На Кортинкап, потому что наслышан о его успехах, но вживую еще не видел. Максим Зимас под шестым, Матвей Падиус под десятым, Борислав Гуляев под четвертым, Михаил Гуляев под три четвертым и Сергей Борзых. Не проходит передача от Максима Фелькова, это потеря. Но в этот раз все как надо. В этот раз все как надо, на этот раз Зимас на Падиуса давал и Падиус не промахнулся. Можно владений выиграть, то обезоны могут очень много очков привести, поэтому я думаю, что какая скорее всего основка будет. От опытных игроков этой команды, от Борислава Гуляева. Легчайший блокшот для Падиуса, сразу же в отрык на Панкраченко. Нормально, нулевой шаг, забил, все нормально. Бросок не получается, вот и Кадырова. Нелегкий два очка для Панкраченко. Ну в этой ситуации получится возможность Илмичкина сделать. Конечно, о победе речь не идет. Борзых. Редкое явление, когда Сергей забивает рахачковый. Перехватил мяч у Зимаса, а дальше. Падет, Зимас. Ну вот не первый, так и второй попытки. Хороший парашютик. Потеря. Сверху попробуем. Попытался, попытался там взлететь Зимас, но не хватило ему все-таки там прыжочка. Вот от Панкраченко. Ой-ой-ой. А что? У него гонбольные, где они достаточно схожие. В гонболе можно три мяча. Три ра очень похожих игрока. Кроме того, что, конечно, Панкраченко выше на две головы. Но в остальном очень похожие. У нас даже некоторые статистики говорили, не брать или. Фельков не забивает. Падеус. Зимас. Еще одна попытка будет сверху поставить, но это все-таки не слэмданг. Это все-таки не слэмданг. Какие хорошие скидки Абдекадыров. Не натоптал бы ли он там, не было ли пробежки. Так, попытка номер три. Но нет, сейчас уже подустал Зимас. Мне кажется, бесконечно прыгать это не так с ничем. Падеус. В угол на Гуляева. Ну, а у Гуляева есть свои сильные стороны. Это, конечно, бросок. Один из самых лучших. Пять мяч Аверин. Так и не Аверин. Это был Фельков. Илья Фельков вернулся на паркет. Поменял, как раз Аверина. Снимайте, 4 на 5 играть. Ну, пытаться как-то забивать только после определенного количества. Там, допустим, не знаю, там пять или шесть передач за одну атаку. Атака без ударов полмяча. Ну, а у Мичигана появятся шансы в атаке. Потому что у соперника усложнится жизнь в атаке. Крутинок Симмонс. Гуляев. Так, ну, похоже, все-таки будет установка играть. Без отскока мяча в фолл и сопернику, ну, честно, удачу. Но не получилось забить. Борзых. Первым очкам в этом матче для себя и команды. Ой, облом. Борзых. Хорошая передача. И легкие два очка для Михаила Гуляева. Так, ну, Зима, счет совсем непонятно исполнил. Но мы видим, да, то, что все посты без отскоков по практически. Нет введения. В общем, была установка. Была установка логичная, без введения. Аверин. Трешка от Аверин и есть первые очки в матче для Мичигана. Хорошая трешка от забора залетела. Проигрывать и крупно проигрывать. Но они не сдаются. Они не сдаются. И это самое главное. Они продолжают играть, несмотря ни на что. Куртинок. Гуляев. Куртинок. Зиманс. Раскидали на троих. Не получилось. Гуляев на Борзых. Борзых на Куртинка. Два очка. Куртинок. Ну и Зиманс реализует этот олиупчик. Аккуратненький такой. Конечно, он эмоционально реагирует на все свои неудачи или неудачи партнеров по команде. Очень все близко к сердцу, мне кажется, воспринимает. В таких ситуациях нужно немножко попроще, мне кажется, играть. Потому что где главный шоу-таймер в этой команде? Я думаю, что Панкращенко единственный, кто тут может сверху адекватно засадить. Может, человек, конечно, Куртинок. Очень, конечно, упёртый игрок. Всегда до конца играет Сергея. В любой ситуации пытается бросать. Но учитывая, что именно он забил, то это оправданно. Это как в стиле Киржакова в свое время. Бил, бью и буду бить. Так же я верю. За Мичиган. Пускай у него и не лучший процент. И. Панкращенко. Борзы. И. У Бизонов, мне кажется, 1-2 меньше, но тоже много. Да, у Бизонов 10. Ну, то есть, сравните, да? По всем показателям Мичиган наступает просто в разы, но по потерям всего, надеюсь, потери больше. КФ. Зиманс. Как свечи. Как свечи в потолке в Гарри Поттере в Хогвартсе. Так же и мяч у красивого взлетел. Секундочку попарил в воздухе. Да, процент у Гуляева сегодня не ахти. Благо, такой матч, что ничего страшного в этом нет. И поэтому тут, наверное, не ожидал чего-то другого. Изначально, зная, все. Тут, чтобы улучшить игру Мичигана, нужен первый номер, пятый номер, пару скореров, скамейка. Короче. Аверин. Аверин попадает, но два или три. Три, три, от Аверина, две трешки от него. Он на борзых, а забить не получилось. Я думаю, сейчас будет сверхдальняя трешка. Красивый момент, красивый момент. Отмечаем, хороший парашютик увидел. Еще сыроват для этого. Наверное, может. Я думаю, что он может поставить сверху, но на игре без разминки, без уверенности в себе это будет сложно сделать. Тем более Солеупа. Это не просто так взял мяч, долбанул его, а пол, надеюсь, что удачно тебе прилетит. Партнеру на руку, лезь там, сам себе навешиваешь. Это не так просто. Лейкерс такой исполнили. Потрясающий был момент. Там, по-моему, на шоту макнайт навешивал со скоком от пола. Это было невероятно красиво. Но там-то как раз два игрока экстра-класса, которые вместе с другом давно играют. Борислав Гуляев снова падет. Были бы, ребята, конечно, повыше и по атлетичке, могли бы себе поставить... Это первые очки в матч для Абдукадырова и... Ой-ой-ой, Абдукадыров, вот это да, серийное производство пошло, еще один средний. Четыре очка. Так, что там по восьмерке? Я сказал, что Бизонов в топ-8 ходит, а не на Враллия. Давайте Парата 20-0. У МГПУ-2 17-2. У Спаррлс 15-5. У Яснева 14-5. Это четыре команды. Так, это трешка от Фелькова? Неужели? У Мичигана уже было 10 поражений, так что это будет одиннадцать для них. Но тут сложно прогнозировать для них первую победу, когда она настанет, честно говоря, первую победу. Таким составом, скорее всего, в регулярке они не выигрывают. И это не то, что будет какая-то трагедия. У нас в вашем сезоне... Ой-ой-ой, ну разобивал все, Аверин. Реально разобивал все, будь здоров. Медаль в плывах. Так что, если Мичиган так и не одержит ни одной победы по ходу этого регулярного сезона, не беда. Не беда. Это вопрос дальше, на следующий сезон. Ну что, поздравляем, Борислава, гуляем. Блок-шот от Пан Кращенко, это было эффектно. Кто на кого выходит и так далее. Перспективы бизонов плей-офф достаточно туманные, потому что зависит от лица по плей-оффу. Так что, если топовый состав, там, вместе, скажем, с Клыковым, с Васильевичем, с Куртинком, со Скамейки, со всем, там, прямо сейчас, можно сказать, борьба за будущее. Ждем их в следующем сезоне. Если немножко подлотают состав, обновят, сделают более глубокую заявку, будут прыгать там. А сейчас Айова в новом сезоне в Изи претендует на медали. Хотя дивизион Изи, средний уровень, очень сильно вырос. Для того, чтобы менять состав, и играет прежним. Между тем, у бизонов 99 очков на счету. Борислав Гуляев на зиме сыграет. Михаил Гуляев. Очень дальняя трешка. Это даже не логотип, это три от центра. Можно хайлайт дать. Дальше только центр. Ой-ой-ой, Аверин. Как сказал бы Федя Кузнецов, Аттракцион не... У Аверина 18 очков на счету 6 из 15. Кстати, хороший процент. Весьма хороший. Конечно, там почти все трешки были открыты, но вы знаете, вы знаете, еще попадите. 6 из 15 открытых клоп. И серия не надо, не надо, я обдю. У меня это так в очки от Гибиш. Отправляет в потолок. Паделся. Гуляев. А вот и Максим Фельков. Кажется, это вот первые очки. Или он уже забивал. Нет, он забивал у нас уже сегодня, значит, махнулся. Тушков, Илья Фельков и Максим Иванов. А ну, Иванов заявки нет. В общем, Воронков, Илья Фельков. И будут разделять вместе с ними седьмую и восьмую строчку. По идее, за счет победы в личной встрече должны выше их стоять. Но это не принципиально прямо сейчас. Это будет принципиально под конец сезона, если вдруг действительно... Илья Фельков тоже не приведет оптимальную заявку. И тогда кто его знает? Чем черт не шутит? Здесь, конечно, Бизоны сотку очень легко вывели. Не напрягаясь. Увидел я его статистику в предыдущих матчах. Судя по всему, это очень серьезное подписание. Гарантирующее то, что Бизоны, конечно, в флой-оп будут смотреться очень солидно. Потому что связь... Гуляева, Падиуса, Васильевича. Это хорошая заявка. Панкращенко, Скамейка, Борзых, Баранова, Доктор не прижат в Ленинском мостике.